Свободно не вдохнуть, жалуются жители дома на микронной 137. Так пять лет назад одна из жительниц в своей квартире организовала кошкин дом. И теперь остальные вынуждены задыхаться. Ей начинаешь говорить, она у меня все не пахнет, это, мол, пахнет канализацией. Ну и действительно тут из-за кошек. Источником зловойного аммиачного запаха является квартира 75. С ее жительницей к нам, к сожалению, пообщаться не удалось. Жительницу квартиры 75 зовут Наталья, говорят соседи. По их словам, женщине на вид около 35 лет. Ведет асоциальный образ жизни и сама источает за фашистый душок. Держит она 10 кошек. И вы знаете, вот запах такой в комнате страшный. Я не знаю, как она убирает, что она там делает. Ну в общем, знаете, я обращалась неоднократно и куда только. Вот, вы знаете, никаких абсолютно мер не принимают. По словам жильцов, обращались в Роспотребнадзор, администрацию и прокуратуру. Однако это не помогло. Хозяйка никому не открывает дверь. Так вчера дважды приходил сотрудник полиции. Итог ушел ни с чем. Сейчас будет весна, осень, тут вообще невозможно заходить. Прям дверь открываешь, запах такой идет, кошатины. Ко мне друзья приходят, говорят, господи, как вы тут живете. Мы привыкли уже, куда деваться. Владелица кошачьей десятки питомцев называет своими детьми. Однако одного котенка она недавно выкинула с третьего этажа. Жалуются жильцы соседних квартир. Соседи, которые непосредственно живут сбоку, то есть они говорят, она сначала с ними начинает разговаривать. С кошками у нас стены тонкие, все слышно. Потом она начинает чем-то бить, кошки начинают дико орать. Специалисты считают, первым делом нужно зафиксировать обстановку, которая нарушает права жителей с помощью ведомств и органов самоуправления. Штраф за нарушение таких норм составляет от 500 до 1000 рублей. Кстати, такой штраф Наталье уже выписывали. Если же эти действия не помогают, жители могут пойти на более серьезные меры. Возможный процессуальный доход – это обращение с исковым заявлением. И в этой ситуации, если квартира муниципальная, то здесь у нас, соответственно, наймодатели, это администрация района и города, могут выступить с исковым заявлением о выселении такого лица в другое жилье. Соответственно, если это все-таки частная собственность, у нас в гражданском кодексе есть понятие бесхозяйного обращения с имуществом, которое может в дальнейшем явиться основанием для обращения с иском о прекращении права собственности. Таких примеров немного, но они есть по стране. Одной жалобы для такого судебного решения недостаточно, поэтому все те фиксированные обращения ведомства пригодятся. Жильцам остается лишь объединяться и сообща решать неприятный внутридомовой вопрос. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком.